мои любимые мои родные всем добрый вечер для меня как обычно огромная честь и радость пребывать с вами в одном пространстве делиться с вами новостями делиться с вами энергии с какой целью спросите вы для того чтобы делать то что я больше всего люблю ведь наше счастье зависит от того есть у нас возможность делиться счастьем с ближним или нет каждый из нас мечтает помогать другим это истинное желание каждого и я каждый раз в этом усугубляюсь когда делаю медитацию сейчас будучи в эко тело ретрите у меня была возможность делать ежедневные медитации по фактически по 5 по 6 часов в день и накопив новые знания накопив новый опыт новые переживания мне есть неистовое желание с вами делиться и этот эфир как раз про это дорогие мои сейчас я приглашу в комнату свою прекрасную коллегу это звезда моего эфира зовут и галина некрасова она помимо того что доктор психолог также и женский коут о богиня как у нас с тобой сочетание цветов родная я тебе скажу это ведь как руны мы как раз учили на рунической йоге с ириной токарь на втором модуле это руна которая знаешь что преодолевает страхи болезни и ограничения и смысл этой руны в том что она соединяет нижний энергоцентр с творческим каналом как раз ты одела голубой наряд он олицетворяет границы любовь к себе он олицетворяет энергию творчество смелости а мой олицетворяет жизненную силу и здоровый иммунитет и именно эти две чакры спасут мир через преодоление преодоление ограничений представляешь ты когда изучаешь ровно ты уже видишь эти энергии во всем это потрясающе это потрясающе галя кто бы мог подумать как здорово что ты облачилась такой красивый цвет ты знаешь я действительно осознанно подошла подхожу гардеробу открываю створки и думаю какое же мне платье сегодня одеть с эфиром кальскате и сначала я взяла красное а потом не знаешь внутренний голос говорит нет один голубой а изумительно галя родная я тебе хочу сказать что я сначала тоже одела синие и думаю нет одену я красная вот так потрясающе родная может быть мы закрепим тему сегодняшнюю да я отправляла сейчас еще раз продублируем да девочки вторят пишут что да действительно любая случайность не случайно родные сегодня наш эфир посвящен тому что мы разберем в эфире запросы наших учениц и вы также можете участвовать смело и декларировать свои запросы здесь вам помощь и глубинные знания терапевта доктора психолога галины некрасовой также мои знания также нам будут помогать и руны и карты таро и в общем пространство и эгрегор всех и людей которые сейчас присутствуют нашем эфире галечка да ты уже отправила у меня все же почему-то не появляется видимо видимо такие особенно сбой да хорошо может быть давай я сама на напишу чтобы разбор индивидуальный разбор как мы назовем сегодня я написала рубрика вопрос-ответ можно писать разбор ваших вопросов вопрос-ответ мне нравится очень это же вижу уже присоединяются участницы которые сто процентов оплатили и они уверены в том что их вопрос будет озвучен действительно мы пошли на такой шаг поскольку вопросов даже вчера екатерина проводила эфир на эко тело и сказал что просто был шквал кать после эфира на самом деле в директе посыпались вопросы то есть продолжались и мы вынуждены эфира не хватает на количество запросов поэтому милые женщины если вы хотите сто процентов получить ответ символическая оплата 500 рублей а так конечно мы стараемся отвечать для каждой из вас если на это есть возможность конечно любимый ведь это наша самая любимая практика созидать вас я как раз с этой преамбулы сегодня начала ну что ж приступим я так сильно этого хочу и наша первая и первая прекрасная леди которая очень хочет узнать о своем предназначении зовут ее елена и она родилась 4 сентября 1988 года хорошо 4 сентября 4 сентября да 4 сентября ты знаешь галя на самом деле очень важно общаться непосредственно с самой ученицей поскольку когда она начнет говорить что она хочет и в чем у нее таланты из нее вот эта информация она сама выйдет но ввиду того что мы ограничены и мы можем оперировать только даты рождения я хочу сказать что у нее огромные способности к труду она очень ответственная леди она очень выносливая в ней есть даже такие командирские я бы сказала о командирские административные способности намного я намного ярче проявлены чем у всех других и в ней есть такая неудержимая сила как раху раху эта планета расширения с одной стороны она очень стабильная она призывает к труду к действию к движению но в то же время она очень верная она очень преданная и она за счет своего расширения заставляет человека обладателя этой планеты много трудиться поэтому у ленты есть вот такой потенциал а куда ей его направить я сейчас прошу карт таро на данном этапе жизни вот эту энергию раху я вытянула карту она перевернута это говорит о том что лена туда еще энергию не направила но сейчас после нашей сессии ситуация поменяется и так эта карта что мы видим прекрасная лена которая сидит божественном цветке лотос и медитирует на небо а на небе огромное количество звезд звезды это проекты куда приглашают елену и лена выбирает где бы ей реализоваться и представляете сколько звезд на небе сколько планет и лена ты представляешь твоя жизнь судьба карма она испещрена миллионами возможностей и ты с твоими уникальными способностями такие как выносливость трудолюбие административные сверх качество качество руководителя кайка еще раз повторюсь что качество трудоголика к качество очень гипер ответственного человека до тебя с такими качествами возьмут во все эти проекты главное определись чего ты хочешь но потенциал тебя огромный и я восторгаюсь твоими кармическими планетами потому что твоя ткань энергии она изумительна я бы такую прекрасную ученицу с радостью взяла бы галя к нам волонтерский центр нам такие удяшки ответственные очень даже нужны елена вот у вас уже есть путь своего предназначения самореализации напишите в директ если вам заинтересовало предложение екатерины и мы с вами созвонимся я хочу от себя тоже свое чувствование этой карты для вас рассказать по моему ощущению у вас стремление действительно стать масштабной личностью одухотворенной личностью и вам несколько мешают какие-то вот привязки такие бытовые земные материальные поэтому как только вы себе разрешите взлететь распахнете свои крылья то вся вселенная будет перед вами однозначно галя мне кажется после такой коуч сессии жизнь должна не только поменяться сознание поменяться вибрации энергоцентра просто можно стать просветленной личностью мне такой сессии это так я думаю что елена нам об этом и напишет о своих успехах да благодарю лен за вопрос ваш и я перехожу к следующему следующий у нас будет часть такой блок вопросов связанных с психосоматикой это очень популярная тема все хотят понимать почему пришла эта болезнь как некий опыт и один из вопросов его задала надежда надежде 40 лет и у нее постоянно обостряется гастро и зафагально рефлюксная болезнь то есть заброс кислого содержимого из желудка в пищевод вот с таким запросом она к нам пришла зовут прекрасную леди галина надежда надежда галя расскажи пожалуйста что ты чувствуешь как ты знаешь а я тоже да дело в том что заболевания желудка и пищевода они связаны с тем когда мы бурно эмоционально реагируем на те события и ситуации которые с нами происходят и как правило когда мы говорим про заболевание пищевода и заброс кислого содержимое там формируются язвы а язвы это всегда что это рана эта травма то есть вас скорее всего травмируют жизненные ситуации вы их очень близко к сердцу принимаете и принимаете с такой долей вот именно принимаете с долей непринятия то есть вам не нравится то что происходит вы очень бурно на это реагируете вы стрессуете просто из-за каждой казалось бы мелочи поэтому для того чтобы у вас не было обострений конечно здесь нужно учиться во-первых быть в умиротворенном состоянии тонко слушать свое тело свою душу идти своим путем и когда происходит какое-то событие сначала побыть наблюдателем со стороны то есть не надо сразу включаться в это событие до возмущаться или как-то на него оказывать какое-то воздействие вы просто вот помедитируйте на это событие и посмотрите как будто вы смотрите фильм и попробуйте проанализировать почему произошла эта ситуация для чего происходит эта ситуация какое нанесет для вас ресурс и чему она хочет вас научить ведь все что происходит любая ситуация каждый человек который приходит в нашу жизнь он несет огромную мудрость и когда вы ее почувствуете поверьте у вас такая благодарность будет ко всем людям и вы скажете благодарю люблю каждого из вас за то что вы показываете мне путь моего развития и надежда когда вы вы даже можете в дальнейшем попросить нас разобрать какую-то ситуацию реальная которая вот которую вы не принимаете может быть она повторяется постоянно напишите нам и мы точно так же в прямом эфире разберем с екатериной какие возможные уроки эта ситуация вам принесла чтобы это было понятно каждой участница эфира потому что на словах это одно когда вот будет действительно конкретная ситуация может быть прямо сейчас вы слушаете нас и мы тогда вам поможем разобраться в этом галя мне бы тоже хотелось прокомментировать ты знаешь я сегодня весь день настраивалась на надежду и медитировала на на то что происходит с ее пищеводом о том что ты сказал что возникают язвы что есть вот такие дисфункции и я подумала как почистить слизистую своих внутренних органов ты знаешь я сама пользуюсь и в свое время я тоже имела определенные дисфункции а в частности с желудочно-кишечным трактом и мне очень помогла такая не на и паста если на и паста она производится в дагестане когда я путешествовал по мхачкале то у меня случился определенный кризис со здоровьем и мне дали буквально чайную ложку вот этой пасты и ты знаешь она мне так помогла у меня было после нее но очень такое гармоничное состояние и я сфокусировал свое внимание я подумала да какой интересный продукт почему вы не продают в россии и я взяла эту пасту и привезла в россию и ты знаешь в россии стала ее из им использовать исследовать и дальше я стала советовать своим ученикам у кого дисфункции дивертикулы проблемы с пищеводом какие-то у кого-то диареи у кого-то наоборот сложности с опорожнением у кого-то гастрит и стала давать своим ученикам по чайной ложке и параллельно запретив конечно употреблять сахар который закисляет соответственно алкоголь и все продукты которые у меня запрещены в умном детоксе и проходя параллельно умный детокс они стали употреблять эту пасту ты знаешь я тебе покажу галя знаешь делать ее это одно из самых кропотливых занятий я делала это двое суток фактически медитирую на галину и вот я ее делаю вручную добавляю туда немножко меда добавляю туда немножко кулинжутной пасты немножко миндального немножко миндальной пасты и немножко кокосового масла и получается вот такой вот эко десерт и параллельно я своим ученицам строго-настрого запрещаю употреблять запрещенные продукты в рамках умного детокса единственное чем они себя могут почешить к чаю это вот этим божеством на которые я читаю мантры и молитвы и ты знаешь галя через 30 дней просто это тело но перее перезагружается оно становится абсолютно другим уходят страхи стиль уходят болезни уходит лишняя масса уходят паразиты то есть тело и сознание оно преображается вот я галине этот божественный урбечи заряжала два дня и от всего сердца от всей души ей хочу его подарить по чайной ложке в день только не сочетать запрещенными продуктами он работает только в том случае если вы будете соблюдать строгую диету которую я вам прописала вот собственно такой подарок от всей души ну и конечно же вывоз за ваш счет я буду счастлива вам вот правда от всей души и поверьте от этого благостного продукта вы точно просветлеете да кать благодарю тебя за твою щедрость на самом деле надежда будет счастлива потому что вот смотри кислая среда то есть кислая ну вот настроение говорят кислое а это сладкое настроение то есть действительно это точно не сейчас нужно да 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 супер отлично благодарю катюш и так следующий вопрос надежда напишите если вы слышали как вам наше напутствие для вас и мы с вами переходим к следующему вопросу и он связан тоже с психосоматикой с появлением папиллом на теле с чем же связана такая вот нежданная ситуация что называется катюш каком режиме сначала я потом ты давай хорошо начни ты да дорогие на самом деле эта тема поднималась у нас на сертификационном курсе преподаватель фейс йоги и вам сейчас как раз таки декларирую наши умозаключения по этому поводу смотрите папилломы как и бородавки это кожные выросты кожные выросты говорят о том что мы с вами набираем какой-то груз ответственности нерешенных задач и как правило папилломы бородавки появляются с возрастом чем старше человек тем больше количество папиллом появляется у него соответственно чем тем больше нерешенных задач он накопил в своем получается что и физическому же теле а на самом деле в своей жизни и второй аспект поскольку папилломы вирус это инфекционное заболевание это говорит о том что вы разрешаете другим людям паразитировать на вас пользоваться вашей энергией поверьте вот эта история о том что есть энергетические вампиры и вообще почему говорят про вампиров есть фильмы на эту тему на самом деле энергетических вампиров много это факт практически 90 процентов населения почему каким образом это происходит вот каждый из нас если мы возьмем с вами просто вот человека представим его в виде сосуда соответственно очень важно чем заполнен сосуд он может быть заполнен кристально чистой жидкостью водой до которую мы с вами называем любовь или он может быть наполнен непонятной мутной зловонной жидкостью которую мы называем обиды горечи сожаления страхи и так далее и вот на самом деле каждый человек который приходит в этот мир он сначала пустой как пустой сосуд и ему нужно извне получать напитку вот эту любовь да дети требуют ее от родителей когда мы врастаем мы требуем этот наши там второй половинки от наших детей от наших родителей и это какой-то такой порочный круг когда мы все время от кого-то требуем 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 так вот на самом деле осознанно неосознанно каждый человек который к вам приходит ваше пространство он приходит к вам за любовью и если вы не умеете себя наполнять или если вы расточительствуете своей энергией то она уходит и естественно вы сами поддерживаете паразитирование на вашей на вашем теле и появлению папиллом и бородавок галя благодарю тебя за это интересное заключение но действительно очень глубинное и я с удовольствием слушала хочу добавить что папиллома вирусы это как ты уже сказала на рост на кожном покрове а вообще кожный покров есть не что иное как орган выделительный орган который собой являет карту того что у вас происходит внутренних органов и что у вас происходит сознание соответственно грибы на коже они это паразиты это паразиты которые также живут и внутри ваших органов и это определенные мысли какие-то негативные кислые мысли которые мы также генерируем да например осуждая кого-то либо вот грибы кислота это тогда когда мы кого-то осуждаем вот мы видим человека и говорим вот вот он такой-то такой-то либо сидим за рулем и говорим а вот не он меня обогнал вот он такой-то либо ой жизнь не удалась ой ну вот и это нет либо недовольны мужем недовольны ребенком недовольны собой вот я это чувствую именно на таком уровне соответственно гриб как убрать папиллома вирус у меня есть специальная сессия где я учу их выводить в домашних условиях просто уксусом и а что касается что касается зон на которых они присутствуют то все зоны соответственно символизирует те органы где соответственно есть определенное назовем поражение дисфункция здесь также я от всей души вам рекомендую пройти мою антипаразитарную программу и курс умный детокс это культура принятие пищи культура заботы о своем теле в этом курсе представлены не только грамотно составленные меню ограничения по закисляющей пищи и стремление к кислотно-щелочному балансу девочки там также есть система практик система лимфодренажа система работы с мышечными структурами самомассаж самомассаж живота то есть дыхательное упражнение которое повышает уровень вибрации и выстраивает кислотно-щелочное равновесие и вам я бы тоже также от всей души порекомендовала вот эту вот льняную пасту эко-шоколад который я сама делаю я беру за него ответственность и я сама много много от чего исцелилась и вы знаете у меня были и бородавки и папилломовирусы и у меня были родинки на теле в большом количестве вы даже можете посмотреть видео десятилетней давности у меня достаточно большая родинка была на щеке я всю жизнь не ходила но с некоторых пор у меня все у меня кожа сама очистилась несмотря на то что мне уже пятый десяток но при этом у меня не растут бородавки и папилломовирусы с некоторых пор именно потому что любимые я создав этот умный детокс прошла вот эту вот глобальную чистку своего тела поняла для себя какие продукты точно не стоит употреблять чтобы не росли грибы на коже соответственно стала правильно питаться систематизировала свои телесные практики и это все есть в умном детоксе отказалась от сладкого и вот заменила его на более высокочастотные продукты поэтому от всей души вам рекомендую вот такую божественную льняную пасту которая даст вам возможность просветлеть вот кто на каком уровне сейчас я нахожусь я есть не что иное как результаты всех тех практик которые осуществила и все эти практики я интегрировала в онлайн-курсы которые так и называются умный детокс поэтому родные от всей души вот что сама являю то могу передать просто сейчас за один эфир я не смогу вам рассказать даже если бы очень хотела чем наполнен мой курс в течение 30 дней я рассказываю там о каждом продукте разбираю все все вариации меню рассказываю какие продукты с какими не стоит сочетать потому что это может вызвать как например во вздутие живота потому что вот многие любят делать смузи с орехами а ведь это самое неблагоприятное сочетание и но многие об этом не знают многие варят себе каши и не знают что нужно обязательно фасоль нас замачивать потому что иначе опять-таки будет вздутие а вздутие это что это токсины наша задача постичьте почистить тело поэтому любимые это такое таинство погружение в эту программу и таинство познание себя потому что ваше тело ваш храм и мне очень странно бывает когда леди до 60 лет так многого не знают о своем теле я думала я я всегда когда зрелые леди обращаются ко мне дисфункциями и думал миленькая ведь это так интересно изучать свое тело почему ты будучи просветленным бухгалтером никогда не находила время чтобы изучить свое тело наверное для потому что у каждого своя функция и вот каждый на своем месте поэтому я от всей души вам могу порекомендовать то что есть у меня самое дорогое это вот мои онлайн курсы благодарю на самом деле ты сейчас такую важную мысль сказала о том что у каждого своя функция каждого свое предназначение и действительно чтобы мы делали без бухгалтера да наши компании соответственно но опять же таки благодаря тому что мы можем друг другу общаться мы можем друг другу передавать жизненный опыт вот это как раз таки ценно поэтому кать я хочу еще раз сказать благодарю за те практики которые ты даруешь мне в том числе и всем подписчицам благодарю галя как я тебя благодарю за то что ты есть моей жизни ты такая созидательница у тебя такое сердце ты так любишь людей ты мне все время помогаешь со всеми моими подписчиками любить их еще больше догнать и полюбить еще больше кстати говоря вот у нас такую тему мы сейчас подняли это был один из вопросов которые тебе задали а екатерина как у вас получается любить такое количество людей это с детства так или вы этому научились какой классный вопрос галя какая в нем глубина ребята вы знаете мне позволяет любить так много вас потому что меня не трескают паразиты да вот вот и поэтому у меня хватает энергии вот вот так вот отвечу да потому что я вывела все бородавки папиллома вирусы чтобы они не отнимали у меня энергию которую я могу потратить на вас да совершенно так и конечно же любовь к людям она начинается с любви к себе и вот екатерина вот по моим ощущениям это как раз таки та женщина которая с гордостью может сказать что она знает что такое любовь к себе во всех смыслах этого слова галя мы же учимся этому каждый день нам уже столько лет и мы каждый день все одно по одному проснулись и я думаю как же мне сегодня полюбить тебя галя звонит надо с ней пообщаться галя как ты сегодня себя полюбила так то так то а я так то а как мы полюбим наших учениц и галя говорит так я считаю что нужно и так их полюбить и так я говорю а я вот так и вот так все давай снова эфир да поэтому мы как раз таки вот выходим и сегодня даем любовь таким образом отвечая на ваши вопросы кстати которые вы можете задавать прямо здесь внизу в комментариях ну что переходим дальше и как же мы можем полюбить свое божественное тело и ответить на такой вопрос а в чем причина боли в пояснице да хороший вопрос галечка мне кажется уже по нашей традиции лучше тебе начинать хорошо да поясница это очень интересная область потому что она является точкой соединения нижней части тела и верхней части тела а значит она в себе содержит как раз таки несколько понятий первое понятие это соединение материального и духовного то есть когда человек понимает что важно в нашей жизни на земле соблюдать баланс нельзя ни в коем случае нырять чисто в материю да и заниматься например только зарабатыванием денег к примеру или улетать в небеса да да такую такую уходить в такую блаженность такую псевдо одухотворенность лишать себя какого-то комфорта да такое чрезмерное насилие над своим телом осуществлять вот и то и другое является крайностями и конечно которое будет приводить к такому симптому как боль в пояснице когда у вас получается соединить вместе и духовность и материальность вот тогда боль в пояснице нивелируется следующий момент это соединение мужского и женского начала соответственно если вы разделяете допустим есть я знаю женщины которые такие заядлые феминистки такие с проявленными мужскими качествами которые не приемлят вообще ничего что связано с женственностью вот есть другая крайность слишком женственные женщины вот такие вот прям ну вот совсем совсем какие-то текучие очень такие слабые да вот ну вот прям с гипер проявленной женственностью и то и другое тоже крайность мы с вами должны совмещать и балансировать и гармонизировать и то и другое потому что для женщины мужские качества это стержень это ее опора это ее защита это ее стремление к развитию а соответственно женские качества они помогают этот путь пройти в радости легко созидательно и еще третий аспект боли в пояснице вот так много на самом деле в ней это страх страх особенно который связан финансовой сферой здесь тоже вот важно понимать когда вы балансируете и соединяете говорите что деньги это прекрасно но и духовность это прекрасно и вы понимаете что да важно жить в комфортных для себя условиях одевать комфортную одежду допустим ездить на комфортном транспорте да но при этом вы остаетесь человеком с большой буквы с добрым открытым сердцем вот тогда этот баланс выстраивается и более в пояснице у вас будут нивелироваться галя потрясающе развернутый ответ а я как мастер тела расскажу что происходит физиологически с телом когда то поясница приходит в тонус здесь может быть много первых причин и конечно же всегда нужно слушать что говорит ученик либо пациент но как правило это может быть следствием либо опущение внутренних органов и тогда нужно конечно же делать массаж живота соответственно если у вас нет возможности пойти к хорошему мастеру вы всегда можете сделать себе самомассаж эко-болом видите вот я всегда с эко-болом я либо сижу на нем либо лежу либо брюшной полостью либо боковой поверхностью то есть массирую свое тазовое дно да вообще все три диафрагмы и грудную и грудо-брюшную и тазовую и для меня это неотъемлемый ритуал моцион я на самом деле все эти практики прививаю девочкам с самого первого дня эко тела ретрита в которых собственно прибываю всю свою жизнь и всех своих учениц приглашаю присоединяться для того чтобы понимать как ухаживать за телом какие практики должна делать каждая леди каждый мужчина и это даст вам тотальное здоровье далее можно вот таким прекрасным соляным мешочком простукивать места прикрепления поясничных мышц со стороны спины в частности простучать широчайшие мышцы спины и паравертебральные вдоль позвоночника особенно в области поясницы да вот вы аккуратненько все акупинтурные точки пробиваете это может вам сделать ваш возлюбленный можно нагреть соль и тихонечко соляными вот этими прекрасными мешочками по взаимодействию также как я сказала это массаж внутренних органов массаж спины и это может быть я говорила или нет опущение почек и соответственно здесь подойдут перевернутые асаны это стойки на голове либо стойки есть такое упражнение дельфин называется есть положение шершасана когда мы делаем стойку на локтях и поднимаем таз выше чем голову и пребывая в этом положении у нас почки опускаются имеется ввиду почки опускаются к диафрагме то есть не к тазовой диафрагме а грудной диафрагме и за счет этого балансируется состояние поясничного отдела вот наверное я бы предложила сделать сакральную геометрию массаж таза во дна массаж спины и перевернутые асаны великолепно вот захотелось после эфира пойти это сделать просто потому что я знаю что это классно конечно на самом деле ты знаешь над поясницей можно работать продолжительно глубинно вот всю неделю мы бы хотела ретрите пребывая в какой-то замечательной стране кстати уже совсем скоро летим в турцию мы можем каждый день разбирать поясницу и делать допустим первый день наклоны второй день перевернутые асаны парные массажи самомассажа массаж через боковую поверхность через брюшную стенку массаж квадрицепса потому что это тоже мышцы антагонисты то есть мы разбираем многогранно тело и это дает вот эти знания дают возможность управлять телом а тело это первая материя это как управлять деньгами да так и есть благодарю я кстати помню когда присутствовала у тебя на занятиях в москве и мы как раз таки обучались одной из техник простукивание поясницы через ладонь вот так вот кулаком до сих пор помню это очень приятное ощущение да так это и то же самое просто да 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 даже самая техника да и у нас есть эти божественные соляные мешочки в нашем магазине эко находка более того есть мешочки заряжаю и уроки к ним предоставляю онлайн более того девочки у нас очень много бесплатных уроков на канале экологичное тело где я рассказываю как работать с эко болом и тоже его заряжаю делаю на заказ вы все можете приобрести в магазине нашем эко тело мтв эко находка поэтому всем кому откликается милости просим мы на самом деле все это сделали для вас да благодарю кать ну что приходим к следующему вопросы он связан с таким симптомом как головокружение в чем же его психосоматическая причина как правило когда мы говорим о головокружениях мы сразу вот комп stoked я хочу тебя спросить как у тебя сразу образ когда возникает головокружение какое у тебя сразу вот идет какая картинка ты имеешь ввиду что announced я чувствую по телу и я имею ввиду что когда возникает кого крушение вот как какой у тебя идет сразу восприятия, кто жалуется на головокружение, какой вот прослойка людей? Галя, их такое количество, что квалифицировать, чтобы квалифицировать, я должна прямо помедитировать, потому что бывают люди, у которых склонны к ишемии, у которых лишний вес, бывает у кого есть сколиоз в позвоночнике, защемляются нервные окончания, сосуды, капилляры, есть вообще очень встроенные худышки, которые, допустим, закислены, несмотря ни на что. Есть те, у кого очень много напряжения и очень зажата шея, и от этого нет питания должного голове. Галечка, их такое множество, и у каждого свои истории. Истории свои, действительно, а причина может быть одна, и представьте, какая она. А причина такая, что человек попадает, вот когда у него возникает головокружение, это говорит о том, что человек вот здесь сейчас попадает в ситуацию, которая ему чем-то косвенно напоминает травмирующий опыт в прошлом. Вот почему, вот допустим, почему я спросила, задала этот вопрос, когда я, например, слышу слово головокружение, у меня сразу возникает мысль о поездках, да, когда возникает вот как раз преддверие ретрита, головокружение может возникнуть. Головокружение обычно часто сочетается с тошнотой, в том числе в самолёте как раз-таки, да, вот, в каком-то, например, вы будете обязательно кататься на, я думаю, что на яхте, это тоже часто возникает, в море, головокружение. Так вот, как раз-таки причина в том, что в этот момент человек вдруг начинает вспоминать вспоминать то, что его испугало. И вот это, да, кругом голова вот именно от этого страха, который он, его сейчас нет, причин нет для него, но в памяти, в его, в ментальном пространстве, в его ментальном теле остались воспоминания, в его энергетическом, эмоциональном теле также этот страх остался, и, соответственно, человек начинает его как будто бы заново проживать. А ведь всё очень просто. Перед тем, как куда-то отправиться в какую-то поездку, или если у вас вдруг возникает симптом такой, как головокружение, вы просто направьте любовь. Скажите, я люблю то, что сейчас со мной происходит. Я благодарю каждую минуту и секунду происходящих со мной событий. Я благодарю прошлый свой опыт за те уроки, которые он мне принёс. И я просто направляю туда, любовь из своего сердца. И вот такая, казалось бы, очень простая практика может стать для вас исцеляющей вот в те моменты, когда вы испытываете это очень неприятное состояние головокружения. Калия, я заслушалась. Я с детства, ты знаешь, любила слушать умных людей. Я с детства очень любила слушать сказки. И ты для меня сейчас сидишь, вот такая фея-сказочница. И я слушаю каждое слово, думаю, да, это же, это так интересно. Вот самопознание, что может быть более увлекательным? Это самая вообще красивая сказка себя познавать через разного рода терапии, учения, знания. Да, потрясающе. Прямо я, ты знаешь, вошла в медитацию, и мне на колено упала вот эта руна Кену, которая усиливает энергию. Она говорит, что вот твоё начало, вот моё. И мы вместе, как конус, собираем две энергии и стремительную волну чего-то нового, каких-то достижений, проекта, энергии, людей ведём вперёд, как ледокол. Да, так и есть. Ведём вас в осознанную, счастливую, радостную жизнь. Да, в осознанной жизни проживания, друзья, в котором нет болезней и нет места головокружению. Разве что от успеха и счастья. Разве что от счастья. Точно, только так, да. Вот я вижу, пишут, что Галя, тёплая женщина, очень такая энергетика, добрая от неё. Конечно. А рядом с Екатериной других людей нет. Конечно. На самом деле, друзья. А вы что, хотите сказать, что вы недобрая? Как зовут прекрасную леди и зумска, и зумска, как-то вот такой никнейм. Я думаю, что в первую очередь вы добрая. Самая добрая. Красота в глазах смотрящего, это действительно так. Поэтому мы благодарим вас за ваши тёплые слова и всё, что вы видите в нас, это ваше. В первую очередь, это ваше. Конечно, это всё идёт из вас. И, девочки, те ассоциации, которые сейчас рождаются, и то, что вы сейчас пишете в комментариях, родные, это всё ваш внутренний мир. И когда вы пишете, что мы красавицы, да это вы красавицы. И когда вы пишете, что тёплая энергетика, это ваши сердца открылись, мы просто спровоцировали. Мы ваши зеркала, они больше, не меньше. Но сейчас нас двое, поэтому эгрегор и поле, оно усилилось. И здорово, что все мы вместе. И я вижу, что с каждой минуты вас больше и больше в вебинарной комнате. Это говорит о том, что пространство уплотняется, поэтому теперь каждый наш ответ, он ещё более и более энергетичен. Поэтому задавайте вопросы. Мы в этой вебинарной комнате пробудем ещё буквально совсем чуть-чуть и готовы отвечать на то, что для вас важно. Потому что мы хотим быть эффективными для вас, полезными для вас. Мы здесь для вас. Пишите, что вы хотите узнать и что вас беспокоит. Какие у вас, может быть, есть страхи либо ограничения. В чём вам не хватает любви? Какой энергии вам не хватает? Напишите. Ты знаешь, они слют сердечки. И я понимаю, что порой классно просто побыть в пространстве добрых людей, наполненных любовью, которые просто тебя принимают такой, какой ты есть. И не будут осуждать. Да, мы можем, конечно, вам сказать напутствующие слова, рассказать вам о причинах, но самое главное, что вы найдёте у нас, это принятие вас такими, какими вы есть. Вот это очень ценно. Да уж, мы с Галей каждый раз учимся принимать и любить, когда нам приходят разные, вы знаете, комментарии подписчиков. Бывают очень специфические комментарии. И тут я говорю, ом, принятие, Катя, а теперь скажи, как ты любишь эту прекрасную леди, которая назвала тебя анорексичкой. Я говорю, о, моя любимая, благодарю, благодарю. Вот так. Вы пишете, было бы здорово узнать, как работает йога-йони. Спасибо за такой, за такой важный вопрос относительно женского здоровья, поскольку действительно у меня есть курс, который направлен на то, чтобы женщины сфокусировали своё внимание на тазовом дне и осознали все мышечные структуры, которые у нас там превалируют. Для чего? Для чего? Для того, чтобы повысить его интеллект, для того, чтобы быть оргазмичной, для того, чтобы владеть своими мышцами, для того, чтобы, когда вы занимаетесь любовью, быть уверенными в себе и уметь делать массаж лингома своими собственными мышцами лева-тарани, для того, чтобы у вас не опускались внутренние органы, для того, чтобы ваше, опять я ещё раз повторю, тазовое дно было высокоинтеллектуальным. Для этого нужно постоянно делать специальные упражнения, самомассажи, танцевальные техники. Это целая система, система любви своего тазового дна. И мне бы очень хотелось, чтобы Гарри тоже рассказала, почему важно созидать своё тазовое дно для женщин, потому что, Гарри, ты знаешь, оказывается, статистика в России, каждая четвёртая женщина после 40 лет, во время смеха, у неё происходит неконтролируемая мочеиспускание. И это лишь от того, что мышечные структуры, в частности, сфинктеры лева-тарани неосознанно. То есть, женщина не может втягивать, представляешь, на осознанном уровне. Девочки, но ведь это сакральная часть вашего тела. Ну что? Это же ваша сексуальная энергия. И, соответственно, а что? Таз нужно всё время качать. Так же, как мозг, так же, как руки, бицепсы, трицепсы, ягодицы, всё, что есть. То есть, тело должно жить. И вот мне бы тоже очень хотелось, чтобы ты пролила на это свой свет. Да, благодарю. На самом деле, вот я заслушалась, теперь я тебя заслушалась, и я уже вспоминаю уроки йони-йоги, и сижу и сокращаю мышцы промежности, пока ты говоришь, потому что, потому что это действительно важно. Ведь мышцы промежности это наша с вами сексуальность. Что такое сексуальность? Это ведь энергия жизни. И вот даже сейчас, вот вместе с нами, вот пока вы слушаете нас, сократите мышцы промежности один раз, два, три, вы тут же почувствуете вообще, как ваша энергетика меняется. Вы становитесь, ну, такой наполненный, такая сразу благость в теле. Вот растворяются все какие-то проблемы, заботы. Ведь, обратите внимание, опущение внутренних органов, да, в том числе тазовых органов, оно символизирует, что тяжесть. Вы тяжело относитесь к жизни, вам тяжело, и для вас и секс-секс это тяжело, и отношения это тяжело, и вообще все, ваше жизнь становится... И вообще нет ни на что энергии. Да, а как только вы эту энергию не сбрасываете вниз, да, вот как она вот у вас падает, вот если мы представим это так образно, а вы ее так раз, и в себя вобрали эту энергию. Все, вы ее вобрали, и вы наполнены, и вы готовы творить, вы готовы лететь в ретрит в Турцию, вы готовы заниматься йони-йогой, вы готовы заниматься румнической йогой, вы просто готовы заниматься и сексом, всем, чем только хотите, потому что вы свою энергию не куда-то выбросили и просто слили, а вы ее сказали, так, стоп-стоп, это моя энергия, я ее хозяйка, и я ее хочу направить, куда, дорогие, пишите, куда вы хотите направить свою энергию. Галя, мне пишут в личку, Катя, пожалуйста, дайте упражнение из курса йога-йони, давай сделаем, это же так легко, можно сидя, даже не вставая, я включу музыку, и поочередно сокращаем правые и левые ягодицы и втягиваем мышцы в себя, вот так, а я посчитаю десять, девять, и плечами наверх поочередно восемь, семь, и можно руками поимпровизировать восемь, семь, шесть, пять, сокращаем мышцы, четыре, еще три, еще два, один, а теперь одновременно обе ягодицы, десять, девять, восемь, семь, продолжаем импровизировать, фигнировать, еще, и все время пульсируем мышцами, еще осознаем твою сексуальную энергию, и еще, держим, 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 держим энергию, не останавливаемся, и руки работают, и плечи, и таз, и ягодицы сокращаем, и вот так, вот так, твоя Иони, вот так, вот так, со мной вместе, еще, 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 девочки, вот так, вот так, вот так, вот так да, молодцы сокращаем мышцы таза в одна ягодицы молодцы, еще еще вот так, мои любимые супер браво, Даля ты так специально танцевала, что я не могла остановиться да, вот так вот мы умеем и вас тоже научим конечно, родные, на самом деле для всех, для вас есть возможность приобрести курсы йога йони это тоже мой путь и это самое дорогое, что у меня есть вот это фактически мои там дети, да вот самое дорогое, поэтому родные когда вы начинаете когда вы приобретаете курс йога йони вы не на меня деньги тратите он стоит копейки а это инвестиция в себя, это и есть любовь к себе девочки, я йога йони занимаюсь каждый день и чем старше я становлюсь тем больше потому что после сорока вы знаете уже тело оно работает по-другому и для того, чтобы оно было чтобы оно выглядело достойно в него нужно очень много инвестировать времени внимания энергии поэтому я от всей души вам желаю любить свои тела и заниматься йогой йони каждый день да и дорогие, вот я вижу вопрос Наташа Рада Ева спрашивает как убрать сексуальные зажимы и блоки при покупке курса йога йони тантра йога вы получаете еще в подарок от меня лекцию осознанный секс духовная сексуальность поэтому приглашаем вас на курсы наши приглашаем на индивидуальные сессии и мы вам расскажем как убрать сексуальные блоки и зажимы ведь все родом и с детством да, конечно это очень важно чистить вот эти вот паттерны которые нам перешли по наследству но на самом деле наши души они все время трансформируются и все время перерождаются и поэтому тот опыт с которым вы пришли это не родители вам его передали а это вы накопили а родителей вы получили таких которые соответствуют вам по вибрации вы сами их выбрали но, конечно же нужно постоянно с собой работать и я всю свою жизнь тоже этим занимаюсь делаю сессии расстановки тета-хеллинг все, что все, что мне откликается и вам тоже от всей души это рекомендую вот как раз вы можете записаться на консультации к Галине и она очень хорошо чистит от всех этих я называю их паттерны, блоки поэтому любимые с большой радостью подарите себе такое такое священное действие такой божественный подарок как сессия у Галины да, благодарю вот нам уже спасибо за теплый эфир девочки берегут нас поскольку знают что регламент уже целый час прошел и надо знать меру мне это тоже очень импонирует поскольку баланс во всем дает возможность быть не терять энергию а быть все время в ресурсе поэтому любимые мы подводя итог нашего эфира будем счастливы проводить следующий пожалуйста отправляйте вопросы мы можем вас индивидуально проконсультировать в эфире соответственно если вас интересуют курсы вам нужны их более подробные описания для того чтобы определиться вы можете писать в директ и вам поможет Галина да и курс по ронам у нас есть и мы вас ждем на третьем потоке который стартует буквально в конце сентября поэтому пишите в директ я вам все-все-все расскажу и буду рада помочь вам да, любимая спасибо вам всем и спасибо Гале и увидимся уже совсем скоро как только получим определенное количество ваших вопросов сразу же выйдем в эфир спасибо благодарю пока-пока пока-пока пока-пока